Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, братья и сестры, все любые ощущения Слова Божия. Мы продолжаем с вами исследование книги «Евангелие от Иоанна» на библейском интернет-портале экзегет.ру. И сегодня мы с вами рассмотрим 21 главу. После того опять явился Иисус ученикам своим при море Тевериадском. Явился же так. Были вместе Симон Петр и Фома, называемый Бледнец и Нафанайл, Искана Галилейской, и сыновья Завидееви, и двое других из учеников его. Симон Петр говорит им, иду ловить рыбу. Говорят ему, идем и мы с тобою. Пошли, и тот час вошли в лодку и не поймали в ту ночь ничего. А когда же настало утро, Иисус стоял на берегу, но ученики не узнали его, что это Иисус. Иисус говорит им, дети, есть ли у вас какая пища? Они отвечали ему, нет. Он же сказал им, закиньте сеть по правую сторону лодки и поймайте. Они закинули и уже не могли вытащить сети от множества рыбы. Видим, что, как пишет евангелист Иоанн, что в то время Симон, Петр, был с учениками, с Фомой, с Нафанайлом из Галилеи. И вот Петр говорит, иду ловить рыбу. Многие, нельзя сказать, что многие, некоторые видят в этих словах якобы такое удручающее разочарование Петра, и он якобы возвращается к прежде своим делам. Ну, отцы церкви, вот как раз многие отцы церкви пишут о том, что это не совсем так. Просто здесь указывается на то, что, в общем-то, Петр идет ловить рыбу не потому, что возвращается к прежнему своему образу жизни, а потому, как какое-то дело, то, что, ну, здесь можно так сказать, Марфа и Мария, в общем-то, два этих дела в церкви, они совместимы. Служа Богу и трудиться своими руками, поэтому апостол Петр трудится своими руками, он ловит рыбу для своего пропитания. И вот многие отцы как раз говорят о том, что нет, здесь не было никакого такого, какого-то разочарования или бросания в сторону Петра. Ну, кто, есть те, которые говорят о том, что, да, Петр, как бы он сказал, что пойду к прежним своим делам, опять же, до своего просвещения Святым Духом. Можно и так, и так рассматривать эти стихи. Когда же уже настало утро, как мы с вами прочитали, то явился им Христос, спрашивают у них, они ничего не поймали, поймали ли они что-нибудь за всю ночь. Тогда Христос им говорит, что закиньте сети, они сказали, закиньте сеть по правой стороне лодки, поймайте, они закинули, уже не могли вытащить. Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру, это Господь. Симон же Петр, услышав, что это Господь, опоясался одеждою, ибо он был наг и бросился в море. Вот здесь вот интересное тоже такое двоякое состояние внутреннее апостола Петра, как бы он был наг, зачем опоясываться, если ты бросаешься в море. Наоборот, когда ты бросаешься в море, надо раздеться, снять себе одежду. Но он опоясывается и бросается в море. Это такое, некоторые, опять же, снова скажу, отцы видят здесь такое растерянное состояние апостола Петра, он не знает, что делать, берет, одевается. А другие отцы, например, замечают тот же Кирилл Александрийский, он говорит о том, что наставляет нас в благоговейном отношении к Господу. Говорит, что здесь Петр, то, что он был наг, а он понимает, что это Господь, он проявляет попечение о благообразности одежды, чтобы не являться перед Господом голым. Другие отцы говорят о том, что, да, в общем-то, да, о том, что вот это была растерянность у апостола Петра, и в его эмоциональности он ведет себя таким образом. И то, и то, истолкование будет тоже приемлемо. Другие ученики приплыли в лодке, ибо недалеко было от земли, локтей около двухсот, тащая сеть с рыбой. Когда же вы шли на землю, видят разложенный огонь и на нем лежащую рыбу и хлеб. Иисус говорит им, принесите рыбу, которую вы теперь поймали. Симон Петр пошел, вытащил на землю сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153. Видите, как ученик здесь, евангелист Иоанн, уточняет даже количество. И при таком множестве не прорвалась сеть. Иисус говорит им, придите, обедайте. Из учеников же никто не смел спросить его, кто ты, зная, что это Господь. Иисус приходит, берет хлеб, дает им также рыбу. Это уже в третий раз явился Иисус ученикам своим по воскресении своим из мертвых. Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру, Симон Иоанн, любишь ли меня больше, нежели они. Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси агнцев моих. Еще говорит ему в другой раз, Симон Иоанн, любишь ли меня. Петр говорит ему, так, Господи, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Говорит ему и в третий раз, Симон Иоанн, любишь ли меня. Петр отвечает, Петр опечалился, что в третий раз спросил его, любишь ли меня. И сказал ему, Господи, ты все знаешь, ты знаешь, что я люблю тебя. Иисус говорит ему, паси овец моих. Видим, что трижды Господь спрашивает у Петра, любят ли его. Многие из толкователей пишут о том, что и отцы церкви, о том, что это такой был как бы намек апостолу Петру, что он трижды отрекся от Христа когда-то, теперь трижды он спрашивает, любишь ли меня. Есть экзегета, например, которая здесь усматривает и следующий очень интересный вопрос и диалог между Христом и Петром, апостолом. Например, замечает, что в греческих переводах есть то, что в греческом переводе, то, что Христос спрашивает у Петра, любишь ли ты меня, он спрашивает, любишь ли ты меня, агапа. Дело в том, что в греческом языке есть три понятия любви. Агапа как Богу, филео как другу и эрос как между супружеской любовью. И здесь вот, здесь Христос спрашивает у апостола Петра, любишь ли ты меня, агапа, как Бога. А Петр отвечает, филео как друга. Он опять у него спрашивает, любишь ли ты меня как Бога, агапа. Он опять филео как друга, как бы сокращает такую дистанцию, что, ну, ты, я понимаю, что ты Бог, ну, мы друзья, так что ли можно сказать. И тогда уже, когда в третий раз Христос спросил, то апостол понял, что это намёк на три его отречения. И тогда он его признаёт как Бога и говорит, Господи, ты всё знаешь, действительно Богу всё ведомо. И в этом его признании он окончательно утверждается и утверждает других учеников, которые были вместе с Петром, апостолом, что Господь Он и Бог. Вот такая вот ситуация, такой вот диалог между Христом и апостолом Петром. Но что здесь ещё интересно? Интересно то, что Христос вручает как первому среди равных, в общем-то, здесь Петру, не как наместнику апостолу Петру, агнцев. То есть людей, пасти стадо словесное. Об этом пишет Августин Блаженный. Цитата. Пётр пас его овец, а не своих. Он говорит, паси овец моих. Почему? Так как любишь меня, так как предан мне, я вверяю тебе овец своих. Паси их, но помни, что они мои. Вот это очень важное указание. Помни, что они мои. То есть не овец своих, я тебе вручаю, ты теперь наместник Христа на земле, а овец моих. Да. Паси их, но помни, что они мои. Вожди еретиков желают присвоить себе овец, которые на самом деле Христовые. Очень важно. Но хотят они того или нет, им приходится ставить на них метку Христа. Метку Христа. То есть крещение. Они могут их сделать своими собственным стадом, да только собирают стадо именем Христа. Вот такое истолкование. Есть еще беднодостопочтенный, пишет, например, цитата. Петр и сам держал себя, сдержал себя, когда Господь его спрашивал, и отвечал осторожно. Потому что помнил, как раньше, когда приближались страсти Христовы, он переоценил свою стойкость. Конец цитаты. Поэтому отвечает здесь осторожно. Помните ведь, действительно, есть у апостола так и сказано, не думай, что стоишь, упадешь. Никогда не нужно переоценить свои возможности веры. Итак, еще, например, есть истолкование того же Блаженного Агустина. Цитата. «Трижды сказанное Христом против тех, кто, как жалуется апостол, ищет своего, а не того, что угодно Христу». Послание филиппийцам, 2 глава, 25 стих. «Паси овец моих, как не, если ты любишь меня, не думай, что ты пасешь. Но паси овец моих, как моих, а не твоих. Ищи моей славы в них, а не твоей. Моего господства, а не твоего. Моего имения, не твоего. Иначе и ты можешь оказаться среди тех, кого ожидают опасные времена. Их, любящих самих себя. С чего начинается всякое зло. С чего начинается всякое зло. И продолжает. «Станем же не себя любить, а его, то есть Христа. Пася его, овец, будем искать не своего, а того, что угодно ему. Ибо каким-то непостижимым образом, которого я не понимаю, всякий, кто любит себя, а не Бога, себя и не любит. А кто любит Бога, но не себя, тот и есть человек, который любит и себя. Ведь кто не может жить самим собою, тот несомненно умрет, любя себя. Тем самым человек, который любит себя, теряет собственную жизнь. И в действительности себя не любит. Действительно сберегший душу свою, погубит ее. А кто погубит душу, как говорил Христос ради меня и Евангелия, тот сбережет ее. И далее 18 стих. «Истинно, истинно говорю вам, говорю тебе, когда ты был молод, то припоясался сам и ходил куда хотел. А когда состаришься, то простоешь руки твои, и другой припояжет тебя и поведет туда, куда не хочешь». Здесь Христос говорит апостолу Петру о его смерти. Действительно апостол Петр был в 64 году при императоре Нероне казнен в Риме через распятие. И когда его хотели распять на кресте, то он посчитал, что недостоин быть распятым так, как его спаситель. И уговорил своих палачей, чтобы распяли его вниз головой. Это было и исполнено. Все, в общем-то, апостолы закончили жизнь мученически. Кроме одного, того, которого мы с вами читаем. Иоанна Богослова, который дожил до самой старости. «Сказав это, давай разуметь, какой смертью Петр прославит Бога. И сказав сие, говорит ему, иди за Мною. Петр же, обратившись, видит идущего за Ним ученика, которого любил Иисус, и который на вечере, полгонившись в груди его, сказал, Господи, кто предаст Тебя?» То есть здесь говорит Иоанн Богослов пишет сам о себе. «Его, увидев Петр, говорит Иисусу, Господи, а Он что?» То есть здесь апостол Петр слышит, что Христос призывает следовать апостола Петра за собой. И он говорит, а что же тогда Иоанну? Потому что они, как мы видим, долгое время везде находятся вместе. Вместе бежали ко гробу, и вместе здесь ловят рыбу, и теперь они вместе. И что, какая участь его, как бы спрашивает апостол Петр. Иисус говорит ему, если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, то тебе что до того? Ты иди за Мною. И пронеслось это слово между братьями, что ученик тот не умрет. Но Иисус не сказал, что не умрет. Но если я хочу, чтобы он прибыл, пока приду, что тебе до того? «Сей ученик и свидетельствует осемь, и написал сие, и знаем, что истинно свидетельство его. Многое другое сотворил Иисус. Но если бы писать о том подробно, то, думаю, и самому миру не вместить бы написанных книг. Аминь». То есть, видим, что здесь говорится о смерти апостола Петра сначала, потом говорится о том, что Иоанн Креститель приживет долгое время и умрет своей смертью. Заканчивается же Евангелие такими словами, что если действительно писать все, что сотворил Иисус, то и самому миру не вместить бы всех книг. Точно так же закончилась и 20 глава, как и 21 глава. «Все написано, дабы вы уверовали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и веруя, имели жизнь во имя Его». Итак, братья и сестры, мы с вами закончили исследование, насколько это возможно было в нашем временном формате, Евангелие Таана. Конечно же, это не завершение прочтения Евангелия. Тут на один стих можно говорить часами, а то и днями, исследуя каждое слово. Это всего лишь навсего, я бы назвал такое введение в Евангелие Таана, для того, чтобы вы в дальнейшем, все, кто любит чтение, священное описание, исследование, всех самых интереснейших вопросов, даже некоторым людям, которые кажутся не настолько важными, думаю, что для вас послужат наши с вами лекции на библейском интернете, на библейском портале exeget.ru. Они послужат тем, что вы и в дальнейшем сами самостоятельно, читая Отцов Церкви, Учителей Церкви, будете исследовать евангельские тексты. И не только евангельские, но и библейские повествования, которые, как сказано, Слово Божие освящает человека, которые дают нам некий такой путь и познание того, как нам поступать в этой жизни и то, что нас ожидает в жизни будущего века. Храни Господь.